До уборки озимого ячменя остались считанные дни, если, конечно, погода не внесет планы фермеров в свои коррективы. В связи с этим в пятницу в администрации района состоялось предуборочное совещание под председательством главы Кашхабского района Заура Хамирзова. Были приглашены представители межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский, ГИБДД, прокуратуры, пожарного надзора, Россельхозцентра, Гостехнадзора, Адыгейского межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору, главы сельских поселений, главы крестьянско-фермерских хозяйств. Поприветствовал присутствующих Заур Хамирзов, предоставил слово начальнику управления сельского хозяйства района Зауру Самогову, который ознакомил всех с состоянием дел в области растеневодства и готовности уборочной техники в Кашхабском районе. В нашем районе обрабатывается площадь Кашхабль 35 219 гектаров, подорожая в 2017 году посеяно 12 810 гектаров разимов пшеницы, 1600 гектаров разимовая членя и 540 гектаров разимового рапса. Также в весенний период было посеяно более 11 000 гектаров груза на зерно, 5 800 гектаров подсолнечника, 850 гектаров сои и 450 гектаров овса. Во время летней уборочной сады нам предстоит убрать 15 014 гектаров разимовых зерновых культур, что меньше на 2 000 гектаров по сравнению с прошлым годом. Необходимо отметить, что посевные площади кукуруза козерного увеличивается с каждым годом, по сравнению с прошлым годом в этом году посеяно на 2 000 гектаров больше кукуруза козерного. Особые трудности в этом году были из-за предоклиматических условий, то есть ранее зима в периодах 2016-2017 года, большое упадание осадков в весенний период, что привело к паводкам, в результате чего было потоплено более 6 000 гектаров, в том числе азимых зерновых в 1674 гектаров. Данные погодные условия также подверяли на фитосанитарную обстановку, на азимы колоссовых. При обследовании в район весенний период специалистами Российского центра и управления сельского хозяйства облюдаются корневые гнили, в последующем практически весь комплекс и сосибельных инфекций и во время калашения в фузыре у Сколоса. Несмотря на все вышеперечисленные трудности, все производители провели практически весь комплекс предприятий для сохранения высокого и качественного урожая. Начальник сельхозуправления в своем докладе отметил, что для проведения уборки в районе имеется 125 единиц техники. При плане уборки 15 400 гектаров азимых нагрузка на один комбайн составляет 120 гектаров, что является средним показателем. Словом, техники для уборки азимых зерновых в районе достаточно. Каждый год идет обновление парка зерноуборочной и другой техники. Так, за период 2016-2017 годов было приобретено пять высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов. В завершении Заур Самогов призвал актив района внести свою необходимую лепту, чтобы нынешний урожай своевременно и в полном объеме был убран на благо наших людей и на благо района в целом. Фермерам пожелал организованно в оптимальные сроки провести жатву и собрать хороший урожай. Далее, по второму вопросу о безопасности эксплуатации зерноуборочной техники выступил начальник инспекции гостехнадзора Республики Адыгея по Кашхабрскому району Беслан Хагауджев. В инспекции гостехнадзора по Кашхабрскому району зарегистрировано 95 зерноуборочных комбайнов. Из них высокопроизводительных комбайнов импортного производства 8 единиц, отечественного производства смейства Акрос 17 единиц, дом 1516, полесье 1 единица и остальные комбайны это 7 единиц Енисея 950 и 45 единиц СК-5 НИБА. В связи со сложившейся возрастной структурой партии зерноуборочных комбайнов, где подавляющее большинство машин, выпущенных более 20 лет назад, затруднительно обеспечить высокую техническую готовность. Но, тем не менее, владельцам необходимо уделить особое внимание на состояние узлов и механизмов, непосредственно влияющих на безопасность и обеспечить им высокую надежность. Об обеспечении пожарной безопасности на период уборочной страды, а также о соблюдении пожарной безопасности, рассказали начальник отдела ГОЧС администрации района Николай Зверев и государственный инспектор по пожарному надзору Александр Семенов. Своё выступление хочу акцентировать, но на недопустимости выжигания стерни и пожненных остатков на полях. Значит, правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации номер 390 от 25 апреля 2012 года и внесенными в него изменениями от ноября 2015 года, пункт 218 этих правил гласит, запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожненных остатков за исключением рисовой соломы на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведения костров на полях. Значит, с начала 2017 года, как вы помните, на территории района установилась довольно-таки сухая погода, что способствовало увеличению на территории района количеству возгораний сухой травянистой растительности. И в соответствии с этим поступали многочисленные обращения на то, что у нас на территории района в тех или иных местах происходит возгорание сухой травянистой растительности и сорной растительности. Ну, сейчас, к счастью, вот в этот весенний период, значит, когда у нас были и дожди немножко, и зеленая трава, количество возгораний уменьшилось. Но после проведения, как показывает практика, после проведения уборки лазимых колоссовых, особенно пшеницы, в районе резко возрастает количество возгораний, пожневных остатков и стерни. Что категорически не допускается. Значит, для минимизации таких последствий, выявления по выжиганию стерни и пожневных остатков, наш отдел подготовит распоряжение главы администрации о, значит, минимизации последствий этих возгораний, где будет рекомендовано главам сельских поселений образовать оперативные группы по выявлению случаев выжигания сухой травянистой растительности, пожневных остатков на полях и стерни. Добавить руководителям организации необходимо провести противопожарные инструктажи с лицами задействованными в уборке урожая. Также перед созреванием колоссовых культур хлебные поля в местах прилегания к лесным и торфейным массивам степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть откошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров. На совещании также выступил инспектор Адыгейского межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгей, Беслан Сиюхов. Начальник ГИБДД Аслан Дауров порекомендовал фермерам, как правильно организовать безопасное передвижение зерноуборочной техники по району во время уборочной страды. Вопрос актуальный, который стоит у нас ежегодно, из года в год, перегон транспорта в ночное время в комбайне. Нужно понимать, что есть определенные нормы и стандарты. То, что мы называем негабаритом, в докладе это прозвучало. То, что свыше 2,5 метра по ширине, оно является негабаритом. Естественно, комбайн с жадкой под нормальный габарит не подпадает никак. Мало того, мы даже умудряемся в ночное время осуществлять переводы, создавать неблагоприятные условия по дорогам общего пользования. В этом случае что нужно сделать? В ночное время категорически запрещено перегон любого транспорта негабарита по дорогам общего пользования. В дневное время, мы, Завровский вечер тогда и обсуждали, на этот год, наверное, так и сделаем, обязательно обозначение транспорта и спереди за, по сопровождению. В завершении выступил заместитель начальника управления сельского хозяйства Айдамир Тхабисимов, который ознакомил присутствующих с условиями поощрения передовиков районного соревнования по итогам уборки урожая колоссовых культур 2017. В заключении совещания к присутствующим обратились председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев и глава района Заур Хамирзов. «Тоже хочу поблагодарить всем успехов, полноручной уборки, хороших урожаев. Все мы видели, как закладывалось зерно с сегодняшнего урожая. Такая была осень, предшественник не давал, уборка предшественника не давалась, не давался всем. Была зима, которая началась, первый день зимы закончилась, последний днём. Осень, весна, то есть влажная. Мы не поняли, что была ли весна в этом году или нет. Сейчас резко, лето. Я думаю, достойно все проведут уборочные мероприятия. Каждый, кто как шёл к этому дню уборки, наверное, тот и получит то ожидаемое, что сказано с урожая. Успехов, удачи всем». «Тоже присоединяюсь к вышесказанному. Поряд урожая, хорошей погоды, приемлемой цены. Всем удачи. Я надеюсь, все ваши ожидания сбудутся в этом стадии».